Рассмотрим образование, механизм образования динуклеотидов. Собственно, как у нас все эти нуклеотиды сходятся в одну длинную цепочку. Динуклеотид представляет собой соединение двух нуклеотидов. Образуется это соединение посредством образования сложной фосфодиэфирной связи. Эта фосфодиэфирная связь образуется между третьим углеродным атомом и самим остатком фосфорной кислоты, который у нас крепится к пятому углеродному атому другой пентозы, другого нуклеотида. Происходит известная нам реакция конденсации. Отрывается молекула воды. И на месте этого у нас образуется сложная фосфодиэфирная связь. И отрывается молекула воды. И так у нас произошло образование динуклеотидов. Процесс этот может происходить не бесконечно, конечно, но многократно повторяться может эта связь. То есть вот этот третий атом углерода с присоединенной к нему гидроксогруппы может точно так же связаться со следующей фосфогруппой следующего нуклеотида. И образовать точно такую же фосфодиэфирную связь. Давайте взглянем на строение ДНК, молекула ДНК. Молекула ДНК – это двухцепочечная молекула, каждая из которых образовалась по тому механизму образования динуклеотидов в полинуклеотидную цепочку. То есть образование нуклеотидов слияния нуклеотидов в полинуклеотидную цепочку, которую мы рассматривали на примере динуклеотидов в предыдущем. То есть в результате образования сложной диэфирной связи между одним нуклеотидом и вторым нуклеотидом. Ну вот она, эта сложная диэфирная связь. Так вот, одна цепочка из этих нуклеотидов, и прямо напротив нее в абсолютно противоположном направлении другая такая цепочка. То есть даже видно, что они развернуты в противоположную сторону. То есть вот здесь вот, если предположить, что у пентозы есть голова, и у нее есть глаз на голове, и это вот этот вот кислород, то здесь он будет смотреть вверх, а здесь он будет смотреть вниз. Они направлены в противоположные стороны. Это обеспечивает, обуславливает репликацию молекулы ДНК в разных направлениях, когда он идет. Но мы сейчас не об этом говорим, мы говорим о том, как между собой эти две цепочки соединяются. Соединяются они благодаря водородным связям, которые образуются у нас между пуриновыми и переведенными основаниями. Образуются эти связи по правилу комплементарности. Напротив гуанина всегда стоит цитозин, и вместе гуанин с цитозином образуют три водородные связи. Они комплементарны друг другу. Это обуславливается и пространственной конфигурацией, и возможностью образовать вот эти водородные связи. То есть удобным расположением грудь друг напротив друга, так что появляется возможность образовать вот эти водородные связи. Между аденином и тимином также образуется водородная связь, но водородных связей между аденином и тимином две. То есть напротив аденина всегда стоит тимин, ну и соответственно наоборот. Напротив гуанина стоит всегда цитозин, и соответственно наоборот. Таким образом, в одной цепочке у нас находится здесь цитозин, тимин, аденин, гуанин. В другой цепочке, учитывая, что она у нас развернута в другую сторону, в том же самом порядке находятся нуклеотиды цитозин, тимин, аденин, гуанин. То есть если у нас идет репликация от 5-штрих-конца к 3-штрих-концу по этой стороне, или от 5-штрих-конца к 3-штрих-концу по этой стороне, мы получим одну и ту же реплицированную молекулу. Таким образом, мы получаем, что по какой бы мы стороне не образовывали молекулы ДНК, мы получим более их одинаковых в любом случае. Продолжение следует...